Девушки отдыхают 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 Обычные подушки, хотя одна из них Кандидат в медицинских наук в области клинической вирусологии Так что, наверное, не совсем обычные Так Я совсем не дружу с цветами, но только немного Вчера вечером с зеленым мелком рисовала Так, у нас тяжелый ребенок, посторонитесь О, что там Мой листикус жухликус Когда же я в последний раз его поливала? Ах да, вообще никогда, учитывая это, он неплохо держится Ты очень быстро разговариваешь, я не успеваю прочитать Что? Что? Привод Ай, шкаф, Тед Эбир Милли Это Милли, моя игрушечная жирафа Она появилась у меня, когда мне было 5 лет Она вроде... чего? Она вроде напугана, нужно с ней поговорить А, это твоя игрушечная жирафа, с которой ты сейчас будешь разговаривать Кажется, вам приснился кошмар Так, ну... Так, успокойте, да, но я умею справляться с кошмарами Давай расскажем правду Был пожар, и из окон шел черный дым Забавно, но мне было совсем не страшно, как будто меня там не было Это был бумажный город? Нет, вряд ли Что ты тут делаешь, Милли? Что-то случилось? О, да, мисс, в бумажном городе происходит нечто ужасное И я пришла сюда, как только смогла Я хотела предупредить вас с братом, чтобы вы туда не ходили Но когда мы прибыли, я смогла найти только вас Это ты к чему? Мисс, боюсь, ваш брат исчез Я должна найти Флинта Милли, ты сиди здесь и отдыхай, а я вернусь проведать тебя попозже Пожалуйста, прежде чем отправляться на поиски брата, мисс Найдите мистера Медведя и попросите его пойти с вами Он уже отошел от дел, но он испытывает к вам такие нежные чувства Наверняка он вам поможет Характер у него, конечно, непростой, но зато доброе сердце Тед? Я знаю, где он У него небольшой офис в моем шкафу, но мы с Тедом... Мы больше не можем работать вместе В основном потому, что я все еще умна и активна, а он окончательно сгорел на работе Я не видел его с тех пор, как он покинул город Но из-за чего бы вы не поссорились, я умоляю вас помириться Ммм... ладно, я с ним поговорю Ладно, Милли, я с ним поговорю Но я не уверена, что он согласится хотя бы послушать Мы расстались на самом не лучшем фрагменте Как жаль, что вы больше не работаете вместе Вы всегда были такими добрыми друзьями Но прошу вас, мисс, ради вашего же блага, не ходите в одиночку Я еще не все вам рассказала Я проделала весь этот путь сюда, потому что Неделю назад в бумажном городе появился один человек Он задавал про вас много вопросов Что за человек? Его прозвали Красным Человеком На прошлой неделе в городе было много пожаров Они начались как раз после его прибытия Чиновники попрятали головы в песок, а этот человек окутал весь город страхом Ваш город, мисс Ну, департамент полиции бумажного города никогда не отличался героическим или неприклебимым подходом к делу Мэр и комиссар объявил об изоляции всего города, пока ситуация не утрясется Многие бегут из города Нам удалось уйти через ремонтный проход к восточному туннелю Но большая часть выходов перекрыты Ты сказала, нам удалось уйти? С тобой был кто-то еще? Братцы-карлики помогли мне пройти через восточный туннель доброй души Мы пришли в комнату Флинта, но его там не было, поэтому я пришла разбудить вас Милли, мне нужно идти Я вернусь тебя проведать как только смогу Тебе что-нибудь нужно? Со мной все хорошо, мисс Мне нужно просто немного передохнуть Пожалуйста, пока вы не ушли Найдите мистера Медведя и попросите его пойти с вами Че его искать? Вот шкаф мистера Медведя Ну О, Си Эмбер Ашмор Если бы каждый раз, когда эта девчонка втягивала меня в неприятности, мне давали бы пяточок Я бы сейчас жил в пяточках по самые уши Но на этот раз что-то было иначе Это чувствовалось в воздухе, кто-то напугал ее по-настоящему Несмотря на хрупкий вид Эмбер, храбро милая Видеть ее в таком состоянии было для меня необычно Она начинает говорить, а я делаю вид, что меня это не волнует Я говорю отошел от дел и на этот раз навсегда Она пропускает это мимо ушей В общем, она выкладывает мне промилле, бумажный город своего брата и все такое прочее Сколько же раз мне еще это, мужа это проходить Понимаете, у нас так принято Она как всегда просит меня о помощи, а я как всегда разыгрываю неприступность В итоге я все равно сдаюсь Сколько раз такое уже было, я и счет потерял Она знает, что нужно делать И я знаю Мне ничего не остается, кроме как ее выслушать И ее слова разносятся по моему офису Они взятые в туман и окутавшие мою голоду А потом... Голоду... Голоду... Они растворяются в холодном осеннем дожде Что гипотически стучит в мое окно Это некоторым образом успокаивает Хотя, может, все дело выпивки Да, чел Дело выпивки Ну и чем еще заняться, когда уходишь в отставку, а? Другие хобби я себе и так и не нашел Я знаю, когда она вот-вот стоит в дверях и разыгрывает со мной любимый номер Дева в беде Ничего хорошего это не предвещает Солнце медленно садится за горизонт А дождь усиливается В новостях говорили, ночью будет гроза Привет, Тед Я слышал, а ты отошел от дел Но... Можешь не стараться, куколка Я не согласен Не согласен на что? С тем, что ты там напридумывала, чтобы снова разрушить мою жизнь Ты приносишь плохие новости, куколка Каждый раз Сделай мне одолжение, не втягивай меня Я занят Я знала, что ты откажешься мне помогать Я пришла лишь потому, что на этом наставила Милли Милли? Мы что, расследуем бабкины сказки? Уже поздно, куколка Тебе не пора в кроватку Блин Это тебя не касается Я уже была в постели Ты слишком шумишь У меня скоро день рождения Слушайте, да Давай-ка мы его немножко позлим Время, когда мне пора в кроватку Тебя не касается, ящейка Кроме того, я ей сказала, что это дело для тебя слишком серьезное Слишком серьезное? В меня однажды стреляли премьер-министр Дании А теперь, если ты не против, мне нужно поработать О боже, ты все еще на меня злишься? Хотя прошло столько времени Мне в самом деле нужна твоя помощь И я вроде как пообещала Милли, что прошу тебя помочь Злюсь? С чего бы мне злиться? Благодаря тебе я чуть бы не попал в дробилку Для костей Мне еще нужно повезло, что один из тех ребят, за которым следил И оказался в моей группе любителей орнитола А где была ты? Ты сбежала? Я прорабатывала версию Ну, где-то в другом месте Вот как? И что же ты узнала? Немного Вообще ничего Послушай, куколка У меня тут прекрасные маленькие дельцы Я в последнее время беру заказы от ревнивых мужей в городе Нервотрепка та еще, но деньги хорошие Я устал вытаскивать раздушные игрушечные тела из реки Наши времена борьбы с преступностью прошли Все это позади Это все в прошлом Ферштейн Ты что, репертировал эту речь? Немного Хорошо получилось? Неплохо, только вот с телами небольшой перебор Я это добавил для драматизма Изначально этого не было Да нет, нет, получилось хорошо Отлично передает смысл В самом деле Ты все еще здесь, а у меня все еще куча дел Ой, блин Че вы ребята быстро разговариваете Хотя диалог слышится как-то помедленнее у вас На самом деле нужно делать это снова Хм Че будем его уламывать? Дружище, я тебе еще раз попрошу Потом пойду сам Но в самом деле нужно проделывать все это снова Хорошо, это все слишком затягивается А у меня конец рабочего дня Так что за вздор ты хочешь мне поведать, а? Итак, Милли говорит, что в последнее время в бумажном городе много всего случилось Что конкретно? Всякие плохие вещи, и виноват во всем тот парень Милли, значит, говорит Мэр объявил об изоляции города Никому нельзя входить в город и выходить из него, пока все о нему трясется Им удалось сбежать через ремонтный проход в восточном туннеле Но сейчас его наверняка тоже перекрыли Им Милли и оркестр бумажного города Милли, Сасси Подожди, там какие-то братья были Вино и сыр месяцы Милли и любители ориентологии мира Блин, я че-то не запомнил Я не помню Милли и любители канталу бумажного че Ну да, любители ориентологового мира Что? Бомб здесь? Но они же все в прошлом месте отправились на север Сейчас сезон зеленого овсяночного кардинала И раннее начало То есть, что, никогда о них не слышал? И вообще, что ты мне тут рассказываешь? Ты что, сочиняешь? Ну да, извини, ей помогли выбраться братцы-карлики Я знаю, как ты их не любишь А за что мне их любить? За то, что они воры и головорезы Однажды они в буквальном смысле отняли у ребенка конфету А разве тот ребенок не был внедренным к ним в банду агентом? Ну да, был Но они же этого не знали Не знали же, верно? Как бы то ни было, они помогали ей выйти из города через восточный тоннель Тот самый, который ведет в комнату Флинта И она сказала, что его там не было Она думает, что он пропал Я должна найти его Может быть, он все еще в доме Но Милли не хочется, чтобы я шла одна Она говорит, что красный человек мог найти выход к дому Она очень напугана Погоди Что еще за красный человек? Она рассказала мне про какого-то человека, одетого в красное Он недавно пришел в бумажный город и начал расспрашивать про меня Расспрашивать про тебя? А что в тебе такого интересного? Эй, да будет тебе известно, что на свете есть множество людей, которые считают меня интересной Милли очень боится этого человека Нужно все предусмотреть Ты мне поможешь? Не спеши-ка, милочка Даже если я пойду, я все равно еще не согласился Боюсь, для нашего будущего расследования нам не хватает одного важнейшего компонента Твои шляпы, носа, левая ботинка, моего брата Я думаю, твои шляпы Твои шляпы? Нет, я от нее поступенно отказываюсь Твои лупы? Верно, куколка Теперь побудь хорошей помощницей и найди ее Как ты сказал, помощницей? Ты же понимаешь, о чем я А теперь давай-ка за дело Так Кто, блин, диспенсер? Какой же рабочий кабинет без этой штуковины? Ну, согласен Карта преступления Так значит, все ниточки ведут к меню из китайского ресторана? Как клише, согласен Патефон Вообще-то это граммофон, насколько я знаю Использовать патефон Я могу ошибаться Не, ребят, так не пойдет Надо включить Все Опа, маска Хака Ну, этого, хоккеиста, да? Ну, это Джейсон, блин Джейсон Икс Коробка какого-то робота Не знаю, но это по-любому тоже какая-нибудь отсылка Я купил ее Флинту за собственные деньги Это какой-то там супергеройный страж Очень болекла и унылая сюжетная линия Ну, не знаю Маска Это моя хоккейная маска Мой друг Джейсон хочет ее одолжить Что-то меня, то пусть берет Ничего же дурного не случится, верно? Да, да, не случится Мы знаем Особенно Кстати, помню классный фильм Фредди против Джейсона Блин, угар и трэш полнейший У меня такое чувство, будто бы у меня недостаточно Да, я знаю Так говорят все женщины Но в моем случае все так и есть Это моя одежда Цветные, яркие Ничего не скажешь Ничего не могу с собой поделать Любую все красочные О, да, черное и белое Как ты любишь А что можно нажать? Ну Использовать Картотека Тут куча папок за старыми делами Теда А вот и нет Что ж, поскольку офис располагается на шкафу Это окно служит исключительно в декоративных целях Но откуда тогда свет? А, действительно Откуда тогда свет, Тед? Ну, будем считать, что у тебя там LED-подсветка Ты же на серьезный медведь Это просто Тед Взгляд у него недобрый Может, что-то не там на обед съел Ну да, он какой-то подозрительный Вам не кажется? Хорошо, Эмбер А, бутылка Оставлю здесь для изучения Изучение? Чего изучение? Чего изучать так было? Стол Служит опору для головы, когда он отключается Согласен FBI На ней написано Мур Полагаю, это означает медвежий уголовный розыск А, да-да, конечно Так, клей здесь нет Ладно Давай поищем в другой комнате Так, что-то цветочек совсем скис Он мне кажется Он уже все, готовый Кровать мы уже изучили Так, радио Ну-ка Иногда оттуда я слышу голоса Очень познавательные вещи говорят Но я ничего не слышу С помощью этих инструментов я переношу творение своего гения на бумагу О, еще один А, это мы уже рассматривали Так, западный коридор Блин, а где можно наноте клей? Расспрашивают про меня Ты можешь рассказать мне что-нибудь про этого человека? Ты говорила, что красный человек расспрашивает про меня? Зачем? Я не знаю, мисс, но вам может угрожать опасность Этот человек творит в бумажном городе поистине ужасные вещи Всего за одну неделю Он заставил всех, в том числе и департамент полиции Бегать и скрываться в ужасе Ты можешь рассказать мне что-нибудь про этого человека? Боюсь, я почти ничего не знаю, мисс Эмбер Только разные слухи Да то, что пишут в газетах Несколько мне известно, он расспрашивал про вас И вроде бы это он виноват во всех тех кошмарах Что обрушились на город за последнее время Ладно, Миле, хорошо, но мне не ту клея Чем мне может помочь? Батарейка Можно вскрыть, но это ничего особо не дает Там у нас всякие элементы Подушка, сундук В нем хранятся множественных и волшебных предметов Из тех самых дальних Лука-Кало Женщины в холодильнике осенью Блин А, еще игрушки и всякая чепуха Ну понятно, просто Так Это все просто так Ну я попробую Мисс, не стоит вам расхаживать одной Все, меня не пускают Это просто окно Не до этой деструктивной амнезии Что-то там, блин, какие-то слова вычурные Картонная коробочка О, ужин Кукурузные хлопья Они остыли, размокли и размякли Давай из нее клей сделаем Слушай, ну в самом деле Как бы Вот, я не знаю А, может быть А можно как-то Использовать на ящик Давай так, наверное Ну блин, смажь Смажь лупу, блин Кровать Сломанная лупа на кровать На подушку Слушай, а может у тебя под подушкой что-то есть Ну я понял Так, хорошо Что мы еще можем сделать Ножиком надо Что-то добыть А если подумать Вещи Эмбер Ну блин Нужен какой-то клей Хорошо, где мне взять какой-то клей У нас есть вчерашний ужин Я думал, что с ним можно что-то сделать Бабульку нельзя порезать Блин Картины Карандашки Почему радио не работает Не работает Хорошо Пошли до шефа Может тут Блин Падла Она башкой своей закрывала клей Вот вы представляете На донышке надпись При изготовлении ни одна лошадь не пострадала Лошадь Об этом обязательно нужно писать Клей-то делают из лошадей Нет, клей делают из смолы Ну или из молока Можно сделать Он мне наверняка пригодится Лучше Прихвачиваю себе Вообще клей И такая вещь Его можно Из дохрена чего вообще приготовить Очень дохрена чего Главное соблюсти Пропорции Отлично Теперь нужна только линза Ну вот линзу мы Присобачили Вуаля Идеальное преступление Да это никогда не узнает Ну не знаю как подойдет это Теду Ну давай Это не моя лупа Ты о чем? Это лупа Она увеличивает И вообще Нет Это моя лупа без линзы От моей лупы Которая полагаю разбита Наблюдательный пидор Ты заменила мою линзу линзой Из маминых очков Прикрепленных на клей Это просто нелепо Да я бы никогда Ладно, расслабься Полагаю и так сойдет Пойдем Подожди я телефон еще не Не Подожди Ну Че? Ты даже пытался? Цклепали Стоит начать с комнатой Клинта куколка Мили Что ты на это скажешь? Ох, как это мило Что вы опять работаете вместе Истинную дружбу Никогда не Так, все Я возвращаюсь в офис Мистер Медведь Я знаю, что вы не отпустите Маленькую мисс Разгуливать в одиночку Правда ведь? А что мне помешает? Твоя страсть к преувеличению? Послушайте, мистер Медведь Маленькая мисс Нужна ваша помощь Ее брат пропал Так что Приведите себя в порядок Держите нос повыше И помогайте ей А не то Вот именно Мистер Медведь Ну конечно Сговорились против меня Как бы там ни было Нам пора идти Пошевеливайтесь Думаю Сохранимся На этом мы закончим Сегодня Разобрались Ну блин Интересно Да Конечно Эпизод стоит 200 рублей России Да Ну Посмотрим Будем проходить Игра интересная В принципе Что бы нет Такая задумка По сути Как книжка Где очень быстро Летят диалоги Я любитель квестов Поэтому мы будем проходить Вот Западный коридор Отправимся В следующем эпизоде Вот Такие вот дела С мистером Медведем Да Ну это хорошо До новых встреч Подписывайтесь Ставьте лайки И Не огорчайте мишку